Значит, насколько я знаю, а мне повезло, потому что я довольно часто бываю на детских фестивалях, в частности, фестиваль визуальных искусств в Орленке, и снимается много фильмов. Конечно, не сравнить с тем количеством, которое производила даже киностудия Горького детских фильмов, и в планах любой киностудии Советского Союза была какая-то квота для детского кино. Но здесь вопрос прокатчикам надо задать, а почему те фильмы, которые сняты, и действительно хорошие фильмы, получающие премии, и причем премии, вот что касается кинофестиваля в Орленке, эти премии дают сами дети. Это детские жюри, которые осматривают много фильмов и определяют, что вот этот фильм лучше, на него с удовольствием будут ходить зрители. Эти фильмы не идут на экранах. И здесь опять вопрос, а зачем тогда государство, если судьбу детского кино будут определять люди, которые просто хотят заработать, а их в этом упрекнуть невозможно? Все хотят заработать, и они понимают, что на этом продукте они не смогут заработать, потому что билеты будут очень дешевые, они не могут с детей брать большие суммы. Да и потом, к сожалению, пиратство достаточно развито. То есть варианты траты времени на какой-то далекий зал, где, возможно, этот фильм будет показан, не стоит того, чтобы специально ехать посмотреть, найдет какие-то другие варианты просмотра этого фильма. Но эта политика государства должна быть очевидна, она должна быть здесь жесткой. Она должна, ну вот они же поступают, государство жестко, нельзя продавать алкоголь в местах, где идут обучения, школы, где есть возможность детям собираться в какие-то группы. Здесь тоже должно быть что-то очень какое-то жесткое, волевое решение за счет тех денег, которые мы платим в качестве налогов. Поэтому фильмы есть, есть кому снимать. Вот это я могу точно сказать. Я столько слышал замечательных идей от разных режиссеров. Есть кому играть, есть потрясающие дети-актеры, которые просто будоражат все, что находится в человеческом естестве. Но это невыгодно показывать, а показывать необходимо. И здесь мне нужна воля той структуры, которая называется государством. Но, наверное, у государства есть какие-то другие проблемы, недодетейщие. И мы этих проблем не знаем, поэтому обвинять представителей государства тоже, казалось бы, это голословно. Каждый будет говорить о своем, и каждый будет тянуть в свою сторону. Но на вопрос, нужно ли детское кино, отвечают сами дети, нужно. Нужно. Какое? Ну, то, что они смотрят. Они смотрят кино динамичное. Они смотрят кино, которое заставляет задумываться не через слова, произнесенные героями, а через их поступки. Вот необходимо кино неожиданных, ярких поступков, поступков, нацеленных на утверждение добра.